Кухонь-то маленькая, но уютная. Санузел. А это у нас спальня. Все чисто, как в музее. Запах какой-то странный в квартире. Может, соседи ремонт затеяли. Сейчас все, да, одна химия. Квартиры, скажу я вам, взгляденье. Такие сейчас редко попадаются. И район у нас тихий. Мы ее сдавать не собирались. Дочь настояла. Будет тебе, мама, прибавка в микроскопической пенсии. Оля сейчас за границей работает. И... За границей работает. А... Как же это? Ключи, Оленьки? Одежда Ивановна. Что случилось? Оленька, позавчера, когда улетала, их с собой забрала. Значит, она вернулась. Но когда, почему не позвонила? Может быть, это запасные? Нет-нет. Вы видите, это ее. Брелок она... Из Японии привезла. Вне зоны. Я так понимаю, сделку на сегодня... Отложим. Ну, как ты видела? Какие результаты? Останки принадлежат женщине от 20 до 30 лет. На черепе есть след от удара. Скорее всего, что это причина смерти. Когда предположительное время смерти наступило? Около 12 часов назад. А что могло случиться? Что делал в таком состоянии? Установлено воздействие группы сильных кислот. Мягких тканей не осталось. Если хочешь сказать, что преступник хотел избавиться от тела... Ему почти это удалось. Почти? Если бы он не попал в эту случайную аварию, останки... Ну, а есть зацепки по поводу личности жертвы? Я обнаружила шишки на пальцах ног и вальгусную деформацию стопы. А что это значит? Это следы пуантов. Наша жертва или танцовщица, или балерина. Так. Что у тебя? Как продвигается поиск? Я уже закончил. За последние три дня получено пять заявлений о пропаже. Из них два о пропаже девушек подходящего возраста. Фотографии есть? Да. Вот Климова Алина Викторовна, 19 лет, ушла из дома завчера и до сих пор не вернулась. Следующий. Это Тишаева Ольга Николаевна. Двадцать пять лет. Сегодня поступило заявление о ее пропаже. Мать каждое этот день. Она нам нужна. Так что говорит мать? Мать говорит, что обнаружила в квартире ключи с брелком. Квартира закрыта, а дочери нет. А где она, предположительно, может находиться? Так три дня назад она улетела в Турцию работать. Свяжись с нашими. Пусть обязательно навестят ее мать. А ну, глянь-ка на меня. Тебе что, плохо? Нормально. Голова болит и все. Ну, так ты меньше бы за компьютером сидел. Так я за ними работаю. А в свободное время играешь? Я не играю, я... Ладно, от вас не утаишу. Просто игра новая вышла. Я год ее ждал. Игра. А вот здесь, Олечке, десять лет. Танец маленьких лебедей. Скажите, а ваша дочь, она в Турцию уехала классический балет танцевать? Знаете, балерин много, а моя Плесецкая одна. Оля, восемнадцать, решила оставить классический балет. И улетла с эстрадными танцами. Двое утро. Она объездила полмира. Вы знаете, рюк на крючах. Без последней поездки в Японию. Как талисман. А вы знаете, откуда она получила приглашение в Турцию? Нет, я не знаю. Она где-то услышала, что набирают танцевальную труппу. Серьезная программа. Высокие гонорары. И она пошла на просмотр? Ну да, конечно. Ей сразу предложили контракт на полгода. Что значит классическое, академическое образование. Согласен. А вы ее продолжали? Ну конечно. Я была в аэропорту. Сонки мы выиграли вместе. Вот этими крючами она закрывала квартиру. А вторая пара оставалась у меня. А когда вы в последний раз разговаривались? И когда она звонила в последний раз? Она вчера днем звонила. В Турции ей очень понравилось. И она не собиралась обратно? Нет, еще нет. Ну что вы. Очень хорошие условия. Что-то я, знаете, как-то очень оболнуюсь. Как будто бы сердце как будто бы закрестило. Вы не волнуйтесь. Мы постараемся все выяснить. Коберия привез расческу пропавшей. Анализ ДНК полностью совпадает с анализом останков. Без сомнения, можно сказать, жертва преступления Ольга Тишаева. Бедная мать. Попросите кого-то, чтобы как-то тактично ей сообщили об утрате. Да, конечно. Мы, к сожалению, не можем вернуть матери ее дочь. Но мы можем найти и наказать этого подонга. Убийцу. Так что давайте работаем. Вот вчерашние рейсы из Турции. В списках пассажиров из Стамбула числятся Тишаева Ольга Николаевна. Когда она прилетела? Борт приземлился сегодня в пол первого ночи. Что, боль не прошла? Ты таблетку пил? Да и не помогает тебе таблетки. Ничего действенного нет. Действенного только гильотина. А ты не пробовала просто возьматься? Это еще не скоро. Ну, особенно, если учитывать новую игру. Ладно. Что с ее телефоном? Выключим. Местонахождение обнаружить не удалось. Так. Вот ее последний смс подписка. Надо встретиться. А кто это такой громотей? Григорий Ка. Григорий Конев. Спортсмен. Есть приводы. На сегодняшний день числятся на работе охранником клуба «Колбаса». Интересно, боксер или борец? Какая разница? Борцов вязать сложные. А можно же просто поговорить, а не махать руками? Ну, попробуй. Здравствуйте. Я бы хотел... Григорий Конев. Ну, я. Что надо? Поговорить? Поговорите между собой. Ты что, дядя? Григорий Злоходов. Теперь я не могу поговорить. Ой. Кто вас воспитывает? Здравствуйте. Конев. Мастер спорта. Международного класса. Хотел бы уточнить с вами некоторые детали. Если бы я вчераща драки, это мне при чем. Клиент сам упал. Да. Два раза. Спиной на стол. Точно. Так все и было. Свидетели подтвердят. Не сомневаюсь. Но я с вами хотел поговорить о другом. О чем? Правильнее сказать ни о чем, а о ком. Вам знакома Ольга Тишаева. Первый раз слышу. Вчера в ноль часов 45 минут вы писали ей смс. Надо встретиться. В двух словах, две ошибки. Я из-за этого здесь. Вы что, служу по назову за орфографией? Ольга исчезла. Но успела написать вам ответ. Оставь меня в покое, урод. Вы что-нибудь об этом знаете? Понял. Эта переписка найдена и в вашем телефоне. Врать не имеет смысла. Допустим, я ее знаю. Хотел встретиться. Девочка мне отшила. И что? А то, что девочку убили. Как убили? Хладнокров. Это не я. Я вообще после Турции ни разу не видел. После Турции. А что же было до Турции? Ей помог с работы в Турции. Видела бы с тебя раз. Недели две назад. Нам известно, что вам звонили вчера из Турции. И это была не Ольга. Кто и почему вам звонили? Звонили работодатели. Они были очень недовольны поведением Ольги. Она вчера устроила какой-то скандал. Собрала все... ...все свои вещи. И последним рейсом полетела домой. По какой-то поводу скандал? Она провалила выступление. Типа-то... ...растроила клиента. Она работала с клиентами. Ну да. Танцевала. По заказу. И чем же расстроила клиента? Танцевать. Не хотела. Танцевать? Ну да. Танцевать. Вы скрываете от девушек, что им нужно заниматься проституцией? Какой проституцией? Они там в баре просто танцуют. Конев, не в вашем положении скрывать. Те, кто еще не знают, узнают по приезду. Денег обычно, но обратных билетов нет. Паспорта. И телефоны отбирают. У девушек просто нет выбора. Я вообще не врубаюсь, как она могла оттуда уехать. Вам звонили вчера из Турции по этому поводу? Да. Простили поговорить, чтобы она не подымала кипиша. Поэтому вы писали ей смс? Да. Думаю, то сплюсь. Буду искать его сегодня. Чтобы замять оттуда еще этот вопрос. Хорошо. Значит, вы утверждаете, что после приезда Ольги из Турции вы не виделись? Утверждаю. Алиби найдется? По-любому. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу расспросить вас у Григория Конова. Он работает охранником в вашем клубе? Гриша, да. Под моим началом. Отличный сотрудник. Очень вежливый с посетителем. То есть, вчера всю ночь он был на работе? Как вам сказать, я не хожу за ним по пятам. Может, куда-то и отлучился. У вас камеры наблюдения в клубе есть? Конечно. Вам за какое-то определенное число? Я распоряжусь. Я посмотрел записи с видео камерного наблюдения в клубе. Там еще тот гадюшник. Что, до сих пор болит? Да. Я уже даже не знаю, что это. Это волчанка. Что за чушь? Доктор Хаус всегда начинает с волчанки, когда нужно определить болезнь. Очень здорово. Так, все. Вернемся к делу. Говори. В общем, подозреваемый достаточно активный персонаж. Все время в кадре. А в 2.15 был замечен в драке. То есть, он всю ночь был в клубе? На некоторые моменты он пропадал из поля зрения камер. Но он ненадолго. Что, получается, Конев всю ночь провел на работе. Ну, получается, он не причастен к похищению дежавы? Согласен. Не похож он на профессионального похитителя. Влокновенный приведен. А что делать с его заграничной деятельностью? А это решит суть. Наши дела. Снова начать искать убийцу Кольки Тишаевой. С чего начнем? А с квартирой жертвы? Моя Оленька. Я просто поверить не могу. Вы выпьете, пожалуйста. Успокойтесь. Боже мой, боже мой, боже мне жить-то теперь после этого. Как же этого гада землянуся. Дизлай, Ивановна. Мы все сочувствуем вашему горе, но без вашей помощи мы не сможем поймать убийцу. Простите меня, пожалуйста. Я постараюсь взять себя в руки. В двух винных бокалах обнаружены свежие отпечатки. Спасибо. Надежда Ивановна, скажите, а вы не пили вино с вашей дочерью накануне ее отъезда? Что вы? Оленька вообще не употребляет спиртное. Ничего необычного в квартире не заметили? Знаете, стоял какой-то странный запах. Я сразу почувствовала, что здесь кто-то был. И вас это не смутило? Нет. Я же отдала ключи Раисе Петровне. Разные люди могли приходить. Раисе Петровне? Ну, да. Маклеру из агентства. То есть вы сдавали квартиру? Оля так хотела. Мы договорились с Раисой Петровной, что она будет показывать квартиру без меня. Здравствуйте. Саживайтесь. Спасибо. Спасибо. Раиса Петровна, расскажите, в какой марке вино вы пили в квартире Тишаевых? Вино? Я не пила никакого вина. Странно. Тишаевы тоже не пили. У вас же были ключи для показа квартиры? Были, но никаких вин я там не пила. Раиса Петровна, произошло преступление, и мне кажется, что вы от нас что-то скрываете. Да. Я сдала квартиру. Всего на одни сутки. Тайком от агентства. Хотела подзаработать. Это был один из моих постоянных клиентов. Расскажите о нем подробнее. Игорь, бизнесмен командировки, аккуратный, вежливый. Позвонил в этот день, я и сдала ему квартиру. Вы сказали, он ваш постоянный клиент? Да, он часто бывает в нашем городе по бизнесу. Всегда снимает квартиру у меня. На сутки. В этот раз тоже все было в порядке? Да, я пришла утром, забрала ключи. Хотя теперь, мне кажется, что Игорь ввел себя как-то странно. В чем была странность? Он был какой-то нервный, дерганный. А скажите, есть у вас контакты вашего постояльца? Да, и есть телефон, и паспортные данные есть. Все есть. Только чтобы в агентстве не знали. Итак, будь Игорь Юрьевич. Между прочим, это еще штучка. Значит, с чего ты делал? Начнем с того, что он никакой не командировочный, а живет и работает в городе. Занимается торговлей минеральными удобрениями. Женат? Да, у него двое детей. Попутно посещает порно-сайты и сайты интимных знакомств. Время от времени снимает квартиру на сутки. А знаете, под каким ником Игорь Юрьевич зарегистрирован на сайтах интимных знакомств? Огненный жеребец. Боже мой. Какой мужчина. У меня есть подозрение, что этот наш ГУДС любит элективного досуга во время своих командировок. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Добрый день. Я бы хотел с вами поговорить по поводу вашего пребывания в квартире по улице Горнилова. О чем вы? Я не понимаю. Давайте сэкономим друг другу время. У меня есть показания риэлтора и договор с вашей подписью. Да. Я снимал ее на сутки. Но это между нами. Обещаете? Ну, это зависит от того. Для чего вы снимали квартиру? Понимаете, у меня жена и двое детей. Иногда я хочу побыть в одиночестве. Я называю это краткосрочный отпуск. А вы химик? Нет. Я снабженец. И это основное поле вашей деятельности? Именно. Поле. Мы производим удобрения. Органическая основа с минеральными добавлениями. И вы заключаете сделку на доставку этой органики? Нет. Этого добра у нас достаточно. Мы закупаем только минеральную составляющую. И в состав входят кислоты высокой концентрации? Вы что, химик? Нет. Психолог. Мы не применяем кислоты в нашей продукции. Все добавки состоят из химически нейтральных веществ. Как вы провели вашу последнюю галактировку? Приехал вечером, один на квартиру, выпил бутылку вина и лег спать. Хорошо. Вам знакома эта девушка? Нет. К сожалению, я не знакома. Вы поедете со мной. Я не могу. Мне нужно работать. По какому праву вы собираетесь меня арестовать? Я вас не арестовую. Я прошу вас проехать в офисе для уточнения некоторых деталей. Я могу отказаться? Тогда мне придется вас официально задержать. И это произойдет на глазах ваших соседей и семьи. Скажите, Игорь Юрьевич, а вы всегда пьете вино в одиночестве из двух бокалов? Не помню. Возможно, взял один, потом второй. Один. Что один? Я говорю, вы были один? Сколько раз вам повторять. Вечером я приехал на квартиру, выпил бутылку вина и лег спать. Скажите, а как вас ласкательно называет ваша жена? Зайчик? Котик? Может быть, пупсик? Какой пупсик? Обычный розовый пупсик. Вы что, белиной объялись? А может быть, она вас называет... Огненный жеребец. Девять. Не понимаю, о чем вы говорите? Огненный жеребец разве это не ваш никнейм на сайте интимных знакомств? Обношения без обязательств. Вы что, за мной следили? Это вы наследили. Вы понимаете, что это может разрушить мою семейную жизнь? А вы понимаете? С кем вы были позавчера? Что происходило в квартире на улице Городилова? С недавних пор я... Езжу в так называемые... Командировки. На самом деле? Знакомлюсь с девушками через сайты знакомств. Встречаемся в кафе. Если девушкам не нравится, обговариваем условия и едем на квартиру. Как звали последнюю девушку? Малина. На сайте была не ее фотография, но в жизни она еще красивее. Договорились. 200 долларов за ночь. Продолжайте. Приехали на квартиру. Я выпил вина. Она к своему бокалу даже не прикасалась. Что дальше? Потом она отвернулась. Достала из сумочки что-то типа дезодоранта, баллончика какого-то. И брызнула мне в лицо. Утром проснулся часов девять. Денег нету. Голова раскалывается. Вот и вся любовь. Раслучившимся заявили. Вы что? Я же женат. А, ну да. Ну да. Ну да. Что-то еще пропало у вас? Пропало. Обручальное кольцо. С гравировкой внутри. Что было написано? Сегодня, завтра, насекуя. Здравствуйте. Да, чем могу помочь? Понимаете, вчера мы поругались с женой. Она пригрозила разводом. И сказала, что наши кольца отвезла в ломбард. Я бегал с утра, бегал все ломбарды. И вот пришел сюда еще. Вот. У меня обручалок очень много. Как мы узнаем, что кольцо ваше? Так, я же, я же на свадьбе как в воду глядел. И там внутри гравировка. Сегодня, завтра и навсегда. Вот. Помогите сохранить семью. Ну, я благодарю. Честное слово. Одно. Одно есть. Вчера как раз принесли. Только одно. Одно? Смотрите, ваше или нет. Прошу. Прошу вас. Сейчас. А теперь по делу. Мне нужна информация о человеке, кто принес это кольцо. Простите, я не понял. Я вам сейчас все объясню. Вот эта камера работает? Это? Да, это. Эта камера работает? Да, работает. Очень хорошо. Алина удалила свою страницу на сайте знакомства. Данные из ломбарда оказались фальшивкой. Она на камерах наблюдения ломбарда, это она? Это так же точно, как и то, что у меня сейчас взорвется голова. Что были? Неимоверно. Ну, а что-то с этим надо что-то уже делать? Да я сделала уже все, что можно. Ты работать-то можешь? Да, 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 могу. Хорошо, держись. Итак, что у нас по отпечаткам с бокалов? Отпечатки с бокалов из квартиры Тишаевой принадлежат Игорю Гудзе. Ты на него анализ крови взяла? Да, взяла. И что, угол отравлено? Анализы не показали присутствия в крови ни клофелина, ни каких-либо других снотворных веществ. Возможно, она использовала что-то, что мне неизвестно. И тесты этого не показали. Так я нашел ее в нашей базе. Ну, да, а что? А ну, показывай. Ну, вот. Мольникова Екатерина Васильевна по кличке Моль. Привлекалась дважды по подозрению в ограблении. Ну, а схема ограбления? Клофелина, сонники. Дела закрыты. Пострадавшие забрали заявлены. Откупилась бабочка. А где же ее искать? А ну, вот ее любимое место по сбору. Нектара-бар «Волна» на набережной. Какое совершенство. Красота. Позвольте. Тикая роза. Совершенная, я так смотрю. Без охраны. У каждой розы есть шипы. Я сужен в городе совсем один. И что же? Не могли бы вы приукрасить мое одиночество? Или же я бы сказал, украсить наш праздник, если вы не против? Краска нынче дорогого стоит. Я бы не оценивал эти краски. В 100 долларов. 200 и не меньше. Хорошо. Вы говорили. Так уж и будете. 150 – это у меня последняя сумма. Хорошо. Но в евро. Ну что, возьмем такси и ко мне? Давайте. Моя дикая роза. Совершенство. Я спрашиваю еще раз. Где вы были вчера ночью? Опять 25. Дома была. Одна. Спала до обеда. А что, имею право. Вот заявление потерпевшего Гузя Игоря Юрьевича и кольцо, которое было у него украдено. Какое кольцо? Которое вы сдали в ломбард. Ничего я не сдавала. Вот фотографии. Узнаете себя? А вот это фотографии хозяйки квартиры. Точнее, того, что от нее осталось. Это не я. Я ушла вечером. Очистила лоха. Отдала ключи и ушла. Кому отдали ключи? Борису отдала. Кто такой Борис? Подкатил через интернет где-то год назад с предложением. Что за предложение? Он мне баллончик с газом классным. А я ему 30% выручки и квартиру до утра оставляю. За баллон с газом? Что же за газ такой-то? Безопасный. Борис говорит, от него в крови никаких следов не остается. Лох спит до утра и потом ничего не помнит. Самое то в вашей профессии. Я всегда боялась, что клиента от глафелина или соника в коньки отбросят. Как было в этот раз? Так обычно. Я взяла свое, оставила квартиру Борису и ушла. Мамой клянусь, не знаю я, что он там потом делал. Фамилия, телефон и как найти Бориса? Фамилия не знаю. Только номер мобильного. Мамой клянусь, не я это сделала. В общем, телефонная карточка этого Бориса неактивна. Скорее всего, сломана и выброшена. Так что ничего сделать нельзя. Ну что, проверь подачу такси по адресу жертвы. Промежуток между часом и тремя часами ночи. Угу. Я думаю, что Мольникова не замешан в убийстве. Есть. Час сорок пять ночью. Машина подана ко второму подъезду, а через час вернулась назад к дому. Есть телефон водителя. А это уже зацепка. Ты что, головная боль до сих пор не прошла? Нет. Чувствую, обретаю суперспособности. Хотя, если честно, уже не могу. Ладно, ты это, держись. И чувствуй, в этом деле мы вышли на финишную прямую. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, ехать вам не нужно. Правильно понимаете. У нас к вам пара вопросов. Небось, кого, куда и когда отвозил. Совершенно верно. Ну, дело не новое, спрашивайте. Вспомните, пожалуйста, позавчера, ночь, около двух часов, улица Горнилова. Да помню, помню. Мы с этим пассажиром полгорода по ночным супермаркетам объездили. Что покупал? Да бог его знает. Говорит, даме его французского вина захотелось выпить. Куда возили? Да, объехали мы пять или шесть этих магазинов. Пока вино это не нашли. Он что-то еще покупал? Да, из магазинов выходил с пакетами. Шутил, мол, продукт именно целый год затаялся. Адреса магазина в комнате? Покажем, нет проблем. Служина опознать сможете? Сможем, если надо. Я достал видео с камеры наблюдения в указанных супермаркетах. Промежуток с двух до трех ночью. Повторяется одно и то же лицо. Таксист опознал его. Он возил его по супермаркетам. И Мольникова сказала, что это ее друг Борис. Вот как. Я изучил видео. В ночных супермаркетах он покупал средства от засоров. Выгребал все, где есть кислота и активные реагенты. По составу совпадает с веществами, найденные на скелете. А этим веществом можно растворить мягкие ткани на теле? Да. По моей просьбе мне доставили элементы сантехники из квартиры Тишаева. И что показали анализ? Это те же вещества. Также были найдены частицы человеческой ткани. Тест ДНК положительный. Это фрагменты тела Ольги Тишаевой. Фотографию Бориса я загрузил в поисковую программу. Первая же камера наблюдения даст нам сигнал, если, конечно, он не человек-невидимик. Да. А вот он. Гипермаркет на улице Ашотова. Покажи мне. Здравствуйте. А не подскажете, который час? Хорошо он тебя загримировал. Можно в фильме ужасов сниматься. Эту рубашку я только на прошлой неделе купил. А все просто потому, что ты предпочитаешь разговоры искусству рукопашного боя. Ты это слышал? Ладно, уже хватит. У нас в целом картина ясна, но хотелось бы уточнить детали. Итак, ночью 22-го числа вы были в доме по адресу улица Корнилова, 48. Ничего не знаю. Я ночевал у себя дома. Один. Вот здесь у меня есть показания таксиста, который в ночь на 22-е забирал вас по адресу. Он вас опознал. Врет. Врет. Ночью все пассажиры серые. То есть все на одно лицо. Тогда я покажу вам фотографии из ночного супермаркета. Узнаете лицо? Вы ездили туда на такси? Да. Припоминаю, я проголодался и ездил за продуктами. Разве это преступление? А скажите, у вас всегда на ужин средства от засоров? Вы гастрита не боитесь? В смысле? Вот копии чеков из ночных супермаркетов. А у меня на квартире очень часто забиваются трубы. Покупаю химию про запас. По поводу химии не спорю. Мы произвели обыск в вашем подвале и обнаружили там у целой лаборатории. Я в подвале не был около года. Может это бомжи или наркоманы какие-то. Я не знаю. У меня на работе своя лаборатория. Зачем мне подвал, а? А вот результаты экспертизы. Тут и сантехники на квартире жертв. Там обнаружены остатки бытовой химии, а также реактивы из вашего подвала. Да я вам говорю, я год не был в подвале. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Борис. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я критский Борис Леонидович. Аспирант-химик. Варю метамфетамин около года. На продажу. Про себя тоже не забываю. Говорит дома опасно. Накроют. Снимать квартиры, паспорт нужен. В общем, познакомился с тобой. Екатериной Мольниковой. Да. Я давал ей газ. Это моя формула. Что взамен? Процент и квартиру до утра. Я все успевал сделать. Прибраться, собрать лабораторию. Распасовать порошок и домой. Вы никогда не боялись, что клиент проснется раньше времени? Ну, во-первых, газ проверенный, хватает до утра. А во-вторых, у меня всегда запасной баллон наготове. Ну, хорошо, с наркотиком понятно. Зачем же вы убили хозяйку квартиры? Хозяйку? Какую хозяйку? Я никого не убивал. Экспертиза показала, что вы пытались растворить тело в ванной. Начальник, я смотрю, ты тоже что-то употребляешь, да? У тебя уже галлюцинации пошли? Да, для этого вам понадобилось средство от засоров, которое вы купили в ночных супермаркетах. Я ничего не знаю. Я требую адвоката. Вам понадобится самое лучшее. И советую за пирательством не усугублять свое и без того тяжелое положение. Как всегда, пришел, собрал в лабораторию. Процесс пошел я. Погурил, когда вернулся с балкона дома, эта девушка. Глаза как бьются. Объяснится вы не попробовали. Куда там? Я брызнул ей газовым в лицо. Думал, вырублю, а она... Как затылком об угол стола. Скорую вызвать не попытаюсь. Она лежала неподвижно, как кукла. Я понял, медицина здесь бессильна. Поймите, я никого не хотел убивать. Но и помогать не стали. Я растворил тела в ванной, вывал квартиру. А когда утром выносил останки, был на нервах, поэтому случайно попал под машину. Это крестки произошло не случайно. Вышли на красный свет. Причем очень давно. Похоже, дело можно закрыть. Да. Ольге выпала незавидная судьба. Избежав сексуального рабства, она встретилась с собственной убийцей. Представьте, а ведь она просто не захотела обеспокоить маму. И потому из аэропорта сразу позвонила в агентство, узнать, свободна ли квартира. А ей сказали, что квартира свободна. Ведь риэлтор сдала квартиру на сутки, без документов. Когда она приехала на квартиру, там уже находились спящий развадник Гуть и Критский. Я вот не понимаю, почему Критский не изготавливал наркотики дома? Зачем он вообще связался с этой Мольниковой? Ну, во-первых, это безопасно. А во-вторых, он брал свой процент с краденого. Мольникова приводила на квартиру очередного клиента, брызгала в лицо газом, оббирала его и звонила Критскому. А на утро жертва просыпалась и ни Мольникова, ни Критского, ни своих денег не обнаружила. Так было всегда. До случайной встречи с внезапно вернувшейся Ольгой. Он действительно не хотел ее убивать? Понимаешь, он натрудил ее газом. Он просто не рассчитывал, что она упадет и ударится за круг. Зато потом он действовал хладнокровно, как настоящий убийца. Растворил тело девушки в ванне при помощи водовой химии. Скелет он собирался спрятать на спалке. Пожалуй, мы бы его и не нашли. Если бы не случайная машина. Ну что ж, а теперь все по домам. А ты давай лечи свою голову. Так у меня уже все прошло. Спасибо, Анжелике. Ты что, его вылечил? А вы не поверите. Вещество Критского. При небольшой концентрации оно действует как отличное болеутолящее средство. Боль как рукой снял? Я собираюсь его изучить поподробнее. Будет хорошее лекарство. Книдский-Книдский. А ведь мог бы запатентовать обезболевающее и разбогатеть. Но, к сожалению, выбрал не ту дорожку. За что своими судьбами оплатились совершенно неповинные люди. Спасибо, парни. Дальше мы сами. Заберто. Можно стекло разбить. Типичный мужской способ решать проблемы. Маэстро. Мужчина. 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 женский культ вещей. Твоя версия провалилась. Одежда здесь, бумажник здесь. Только вот эту рубашку будет сложно одеть. Подожди, получается, его привязали к рулю, а потом срезали одежду? Я не понимаю, зачем они все это сделали. К сожалению, личность убитого до сих пор остается загадкой. Я запустил поиск по базе данных автомобилей. Если это владелец, имя мы скоро узнаем. А если нет, почему не искали по отпечаткам пальцев? Потому что их нет. То есть как? Вы не сняли отпечатки пальцев? Нет. Почему? Потому что они отсутствуют. Все подушечки пальцев на обеих руках сожжены кислотой. Преступник это сделал, чтобы мы не опознали убитого? Шрамы старые. Скорее всего, чтобы преступник это сделал сам. Так делают некоторые непойманные преступники, у которых за плечами целый арсенал подвигов. Это болезненно и недолговечно. Что ты имеешь в виду? В течение нескольких лет папиллярные линии полностью восстанавливаются. И на пальцах покойного можно заметить этот процесс. И отпечатки снять не получится? Регенерация происходит неравномерно на различных участках. Отпечатки очень фрагментированы. Я могу попробовать восстановить целую картину отпечатков на компьютере, но на это уйдет время. Давай занимайся. Сразу после проверки номеров. Ну а что ты скажешь о причине смерти? Только после того, как получу результаты тестов. Видимых повреждений на теле нет. На шее справа есть след от укола. А что ж это может быть? Я отрываю наркотики. Могу сказать только после результата теста. Что ты думаешь об этом знаке на лбу? Красный крест, нарисован аэрозольной краской. Похожий на казнь. Думаешь это какой-то аналог черной метки? Крест на лбу, разрезанная одежда. Напоминает ритуал. Маньяк. Или секта фанатиков. Но до этого случая о подобных убийствах я не слышал. Ну что, поищи в архиве преступления любое упоминание о красном кресте. Может, есть какая-то связь. Извините, что прерываю. Я нашел владельца машины зеленого опеля. Это Петрушевский Александр Ефимович. А заявление об угоне есть? Нет, машина в угоне не числится. Значит, велики шансы, что на столе в лаборатории лежит именно владелец этой машины. Домашний адрес есть. Никого нет. Похоже, за рулем был хозяин квартиры. Да. Похоже, надо скрыть дверь. У тебя нет всего этих электронных приборов? Зачем? У нас есть прекрасный коллега, который может одним плечом выломать любую дверь. Да, я могу. Нет, не надо ломать имущество граждан. Даже, предположительно, покойных. Слесаря вызывали? А вы кто такие? Здравствуйте. Мы разыскиваем Петрушевского Александра Ефимовича. Вы его давно видели? Ну, прям перед тем, как с ним эта беда случилась. Жалко его. А откуда вы знаете, что с ним что-то случилось? Ну, как же. Я вышла погулять с собачкой во двор и нашла его во дворе. Подожди, где это и когда было? Позавчера вечером здесь, в подворотне, возле дома. Так что случилось с вашим соседем? Да побили его очень сильно. В больнице сейчас лежит. Кто его избил? А я откуда знаю. Я с Чарликом вышла погулять, а он там на стоянке возле дома лежит, весь в крови, стонет. В какую больницу его отвезли? Да будь она неладная, эта машина, от нее одни только неприятности. Без резких движений, Александр Ефимович. Два раза на ней в аварии попадал. Денег столько потратил, а тут угнали, ограбили, да еще и в больницу уложили. Кто угнал, кто ограбил? Доктор ограбил. Из скорой помощи. Я потом очнулся, выбегаю на улицу, там эти. Так. Александр Ефимович, попытайтесь, пожалуйста, в хронологическом порядке рассказать. Хорошо. Недавно скорую помощь вызвал. Точную дату можете назвать? Позавчера, 8 июня. Панкреатит меня с утра прихватил, вот я скорую вызвал. Что было дальше? Ну что, приехали они, сделали все, что нужно и уехали. А через пять минут звонок в дверь, еще один доктор. Что за доктор? Ну, говорит, что от скорой помощи прислали, мол, предыдущая бригада забыла мне укол сделать. Какой еще укол? Ну, говорит, что новый препарат восстанавливает поджелудочную железу буквально за два часа. Мол, забуду об амкреатите. То есть, получается, что он уже знал, что у вас за болезнь? Ну, выходит, да. Ну, сделал мне укол, сказал, десять минут полежать, а сам рядышком сел. Я тебе угадаю, и вы заснули? Да, а проснулся только аж вечером, голова болит, квартира вся перерыта. Что украли? Золото, деньги, ключи от машины. Я сразу на улицу выбежал, посмотреть, стоит она или нет. Ну, а там эти трое. Что? Ну, крепкие такие ребята. Я у них спрашиваю, опель зеленый, тут не видели. А он говорит, а это что, твоя машина? Я говорю, моя. Ну, и что было дальше? Очнулся во второй раз, только уже в больнице. Что ж они заявили об ограблении, избиении, угоне машины? Послушайте, ну, я вот только недавно в сознание пришел, мне как-то было не до того. Опишите тех людей, которые напали на вас на стоянке. Ну, там темно было, я толком не разглядел, но крепкие такие ребята. Идея есть, почему они на вас напали? Да по ошибке. Как это по ошибке? Вы же сказали, что они спросили, это ваша машина или нет? Ошиблись они, и многие, и машины. Подождите, а почему вы так уверены? Ну, вон они мне апельсины через медсестру передали, и записку. Что было в записке? Ну, извиняются, мол, хотели наказать какого-то негодяя, а попали на меня. Предлагали лечение оплатить. Интересно, а записка сохранилась? Да, вот там, в тумбочке. Скажите, среди этих парней, не было ли этого человека? Нет, не было, но я этого гада знаю. Откуда? Так это он меня ограбил. Поймали, да, гаденыша? И так, наш неизвестный покойник, не только угонщик, но и квартирный вор. И причем, очень изобретательный. Ты обратил внимание, что он был осведомлен о болезни Петрушевского? Или следил за ним, или была связь со скорой помощью? Я сделал те же самые выводы, и отправил майорова во все отделения скорой помощи нашего города. Да. Что по людям, избившего Петрушевского? Я посмотрел видеозаписи камеры наблюдения в больнице. Вот. Это внешность человека, который принес в больницу апельсины и записку. Личность установили? Нет, по нашим базам он не проходит. Петрушевский убить нашего неизвестного не мог, потому как на момент его смерти находился уже в больнице. А вот этот здоровяк... А со слов Петрушевского ясно, что они поджидали на стоянке владельца зеленого опеля. Но они не знали, что уже к тому времени опель сменил владельца. Да можно предположить, что наш покойник уж слишком сильно насолил этим троим. По номерам они вычислили адрес, не подозревая об угоне. Ну, довольно жизнеспособная версия. Да, только в ней целых два неизвестных. Слушаю, Строгов. Ясно. Только что в одном из отделений скорой помощи работники опознали нашего убитого. Отлично. Ну и где хваленая мужская пунктуальность? Мы были бы вовремя, если бы женщины за рулем не создавали пробки. Так, хватит, хватит. Тайм аут. Зато мы все узнали. Нашего убитого зовут Борис Дроздов. Рожден 1972 года. Работал водителя скорой помощи. Живет с мамой улица Строителей 6, квартира 22. Ого, какая исчерпывающая информация. А, это все он. Скорой сказали, что он уволился несколько месяцев назад из-за, мягко сказать, неприятной ситуации. Что за ситуация? У больных и персонала начали пропадать вещи. Это очень похоже на нашего клиента. Вот, пойдем и проверим. Господи. горе-то какое, сыночек мой. Ой, как же я теперь без тебя. Клина Филипповна, поверьте, мы очень сочувствуем вашему горе. Не всегда беспокойно было. Сколько я ночей проплакала. Бестолковый он был, безалаберный. По поэтому и не заявили о пропаже сына. Ну, да. Думала, что гуляет где-то как обычно. А он... Вы не знали, чем он занимался? Откуда у него деньги, машины? Да какие деньги? У него сроду их не было. Он даже телефон свой мобильный в ломбард заложил. Разве заработаешь картинками? Так это что, Борис картины рисовал? Да. Говорила я ему устроиться на работу, а он все славы ждал. Он же работал в скорой помощи. Да нигде он не работал. Рисовал, гулял, женщин домой водил. Был бы жив отец. Ирина Филипповна, а что это за молодой человек на фотографии? Это же Боря. Сын мой кто же? Ирина Филипповна, скажите, вы знаете этого человека? Я никогда не видела. Это друг Боря? Или это он его убил? Ирина Филипповна, произошла ужасная ошибка. Скорее всего, ваш сын жив и здоров. Мы нашли настоящего Дроздова. Он жив, здоров и все это время находился в квартире своего товарища. Тоже художника. Ну, откуда у нашего покойного его документы? Говорит, что украли. Вытащили из кармана, когда он спал на остановке. Понятно. А потом наш ЛЖ Дроздов вклеил туда свою фотографию и по поддельным документам устроился работать на скорую помощь. Думаю, что все было именно так. Да. Долго он там не задержался, а натура взяла свое. Поймали с поличным, когда он рылся в сумке пациентки. Попросили уйти по собственному желанию, чтобы не поднимать скандал. Понятно. Перед матерью настоящего Дроздова извинились? Конечно. Молодцы. Что там с отпечатками пальцев? Черных над этим работает. Ну, а вскрытие что-то показало? Я почти все закончила. След на шее укол сильнодействующего снотворного. То есть причина смерти передозировка? Нет. От этого укола он просто быстро отключился. Но в скором времени пришел в себя. Ну, а чего он умер? У него остановилось сердце. Да, но у остановки сердца все-таки есть какая-то причина? В крови обнаружено огромное количество адреналина, норадреналина и холецистогенина. Гормоны страха. Совершенно верно. Я считаю, что наш неизвестный умер от ужаса. Ну, что? Остается дело за малым. Узнать, кто его так сильно напугал. Так, ну и чем ты нас порадуешь? Мне удалось восстановить отпечатки пальцев нашего неизвестного. Какого успехи? Он больше не неизвестный. Сильянов Алексей Юрьевич разведен, неоднократно судим, грабеж, мошенничество, последний срок за попытку изнасилования. Вышел полгода назад. Да, наш покойник не перестает преподносить нам сюрпризы. Мошенник, грабитель, угонщик еще насильный? Тот, кто убил его, оказал миру неоценимую услугу. Но, тем не менее, все равно мы должны его поймать. Закон для всех один. Иначе он перестает быть законом. По какому адресу он зарегистрирован? Липовый въезд 10, квартира 54. Да. Похоже, Сильянов испытывал болезненное увлечение к этой женщине. Фотографии сняты в разное время. Он, видимо, за ней следил. Похоже, да. Срочно вызов подозрения на инфаркт. Адрес проспект труда 4, квартира 16. Прием. Положай, только себе. Настроен на волну скорой помощи. Сильянов, видимо, стащил ее из лучшей работы. Здесь надо все очень хорошо осмотреть. Что это? Ничего себе. Ага. Да уж. Немало он успел награбить. В квартире Сильянова найдены деньги, драгоценности и фальшивые документы. Ну, а вещи из квартиры Петрушевского нашли? Да, вот этот перстень и браслет. Петрушевский их опознал? Да. Все документы на разные фамилии, но с фотографией Сильянова. Я проверил по базам, все документы числятся либо как утерянное, либо как украденное. А личность с женщиной с фотографией установлена? Да. Петрова Екатерина Олеговна в замужестве Сильянова. То есть бывшая жена? Да. Она подала на развод, когда Сильянов сидел в тюрьме, а потом вышла замуж за Николая Петрова. Там есть интересный факт. Какой? Сильянов был осужден по обвинению с женой. А в чем заключилось обвинение? Он пытался изнасиловать ее младшую сестру. Вот как? У Сильянова явно были претензии к своей бывшей супруге. Еще какие? Это подтверждает тот факт, что он за ней следил. Так, нам нужно срочно показания его бывшей супруги. А ты найди фотографию Петрова и отошли нашим, пусть покажут Петрушевского. Да, и поищи в старых делах ситуацию похожую на ограбление Петрушевского. Ну, врач, укол снотворного, что-то такое. Думаете, он работает по той же схеме? А зачем мне тогда нужна рация, украденная из отделения скорой помощи и настроенная на постоянную прослушку? То, что я вышла замуж за Алексея, это было большой ошибкой. Разве вы сразу поняли, что он был за человек? Он был другим, когда ухаживал. Заботливым, чутким. Спасибо. Скажите, вы знали, что он был в тюрьме? Знала, но он говорил, что его подставили, что он ни в чем не виноват. Думаю, вы быстро поняли, что это не так. Да. Он начал домой приносить разные вещи, драгоценности, говорил, что перепродает. Потом начал пить, бил меня. А потом... Что было потом? Извините, мне просто тяжело говорить об этом. если вы выговоритесь, вам станет легче. Ко мне приехала моя сестра Варя. Она собиралась поступать в институт, и она попросилась пожить. Сколько ей было лет? Семнадцать. Алексей был не против. теперь я понимаю, что он на нее глаз положил. Один раз, когда я пришла с работы, он... не продолжать, если вам тяжело. Хорошо, что я пришла вовремя. Он ничего не успел довести до конца. И тогда я поняла, что его место в тюрьме. Вы написали заявление? Да. Как Алексей отреагировал на него? Я дура сразу ему все рассказала. А он испугался, и все вещи куда-то сбыл, и даже отпечатки пальцев выжег кислотой. Но его все равно посадили. Я успокоилась, подала на развод, вышла замуж уже, все начала забывать. Но бывший муж появился снова. Да, его почему-то выпустили раньше, я не знаю, амнистия, что ли. Скажите, он преследовал вас? Он следил за каждым шагом. А недавно, недавно он приехал на машине и пытался затащить в салон. Говорил, что украду тебя. Что за машина? Зеленая такая, не помню. Вот эта? Да. за мной. Это было два дня назад? Да, точно в пятницу. Скажите, а ваш нынешний муж знал, что Алексей вас преследует? Нет, что он меня настоящий мужчина, он борьбой занимается, он его бы просто убил, поэтому я ему ничего не говорила. Ну что ж, не смею вас больше задерживать. Вы думаете, что его Коля убил? Мы обязательно разберемся. Но он ничего не знал. Честное слово, я ему ничего не говорила. Как только мы что-нибудь будем знать, я обязательно вам сообщу. Проводите. спасибо. До свидания. До свидания. А что Николаев знал о том, что бывший муж пристает к Екатерине? Говорит, что не рассказывала. Не говорила, не знал ни одно и то же. Петрушевский опознал в Петрове одного из нападавших. Вот как? Да. И именно он приносил ему апельсины в записку. Добрый день. Вы Петров? Да, я. Ага. С кем, собственно, имею? Пожалуйста. Без глупостей, пожалуйста. Ты как всегда. Ну, 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 ну. А почему меня задержали? Чего меня обвиняют? Как минимум в нападении на нашего сотрудника. Как максимум? Как максимум в жестоком избиении или непредумышленном убийстве. А может быть и то, и другое вместе. Какое еще избиение? То есть убийство вопросов у вас не вызвало? Нет, я по порядку хочу разобраться. Хорошо, давайте по порядку. Вы и двое ваших сообщников обвиняетесь в жестоком избиении гражданина Петрушевского. Не знаю никого Петрушевского. пристаньте. Вы приносили ему апельсины. Приносил апельсины. Лично незнаком. Это ошибка. То есть вы по ошибке избили незнакомого человека? Я думал, что это тот козел. Вы сейчас о ком? О бывшем мужа Кате. Значит, вы о нем знаете. А вот Катя утверждала, что не рассказывала вам об этом? Ее подружка позвонила мне и сказала, что Кате на работу приезжал ее бывший. Понятно. Продолжайте. Приехал. Пытался Катю с силой затащить в машину. Зеленый опель. Подружка номера записала. По номерам вы определили адрес Петрушевского? Да. Подошли с пацанами, подождали, но глаза его не видел. Я же не знаком с этим уродом. Бывший муж вашей жены угнал машину у Петрушевского. Ну, я так понял уже. Я вечером пришел домой и стал рыться в вещах Кати. Что искали? ревновал любовные письма. Ну, там, еще что-нибудь. И нашел фотографию, где Катя со своим бывшим. По фотографии поняли, что избили не того. Да. А Петрушевскому написал письмо с извинениями. Ну, и предложил финансовую компенсацию оплатить лечение. нам что-нибудь будет за это? Если Петрушевский напишет заявление. Но вам, Николай, не о том нужно беспокоиться. О чем? Алексей Сильянов, бывший муж вашей жены, найден мертвым в том же опеле. Я никого не убивал. Я даже с ним не встречался. Возможно. И все же скажите, где вы были в пятницу девятого июня с двадцати трех до двадцати четырех часов. Итак, в деле с избиением Петрушевского можно ставить точку. Да, Петров и его напарники по работе сознались в избиении. Только дела-то никакого нет. Как так? Петрушевский отказался писать заявление так, что они разошлись миром. Ну, ему виднее. А что с убийством Сильянова? Петров и оба его напарника по избиению ночью девятого июня были на работе. Ночная смена? Да. Они никуда не отлучались. Это подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Что Петров не виноват? Я этому даже рад. После такого мужа, как Сильянов, Екатерина заслужила семейное счастье. Согласен. Ну, теперь получается, что у нас вообще нет подозреваемого. Извините, только что в старых делах я нашел точно такую же историю. Ограбление под видом врача скорой помощи? Да, но не только ограбление, еще и изнасилование. Адрес потерпевшей есть. Срочно отправляй туда оперативников. Да, это он. Елена, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Это очень важно. Понимаете, я не хочу это вспомнить. Он подонок, подонок. Я понимаю вас, не волнуйтесь. Просто расскажите все от начала и до конца. Со мной это редко бывает. Понимаете, я практически абсолютно здорова. На старуха живет. Случается тахикардия. Вызвала спору. А вы одна живете? Да, понимаете, не так плохо было, как страшно, что вот станет по-настоящему плохо, а я совершенно одна. Приехали врачи, вошли, послушали меня, измерили давление, сделали укол, написали название успокоительное, чтобы завтрак купить. Уехали. А потом пришел он? в белом халате. Ну, не таком, а коротком, как куртка. С чемоданчиком. Предложил вам сделать укол. Откуда вы знаете? Это его обычный почерк. Сказал, что его из скорой помощи прислали. Потому что бригада вколола что-то не то. Надо сделать еще. Потом я почувствовала, как тепло развелось по телу, и все, я дальше ничего не помню. Чнулась голая. Ну что, теперь у нас есть свидетель, реальное описание преступления и почерк. Думаю, Сильянов совершил не одно изнасилование и ограбление. Не сомневаюсь. На данный момент я обнаружил семь похожих дел. Везде и ограбление, и изнасилование. И еще четыре случая, где только ограбление. Ну, а есть объяснение, почему он иногда не насиловал, а просто ограбил? В трех случаях из четырех скорую вызывали мужчины. Мог бы и сам догадаться. Ну ладно, а четвертый? А четвертый ограблена женщина, но заявление об изнасиловании она не писала. То есть, изнасилования не было? Не факт. Возможно, скрыл от стыда. А потом, из-за этого стыда насильники пыляют на свободе и ловят своих новых жертв. Ладно, что еще? Оперативники связались со всеми одиннадцатью терпевшими, попросили опознать Сильянова. Но опознали только десять. Как так? А кто не опознал? Жанна Грек. Она сказала, что это был не он. Жанна Грек? Это она отрицала факт изнасилования? Да. Нужно проверить алиби этой Жанны Грек на момент убийства. Почему именно ее? Вполне возможно, что отказ опознать Сильянова это попытка отвести от себя подозрение в убийстве. Я даже не знаю, стоило ли писать это заявление. Изнасилования, по сути, не было, а то, что вещи пропали, так я теперь в этом не уверена. Как это вы не уверена? Ну, мне тогда не очень хорошо было, если честно, я плохо помню. Вполне возможно, сама куда-то подевала. Посмотрите еще раз. Я уже смотрела. Я сказала, не похож. Тут был блондин со шрамом под глазом. А скажите, пожалуйста, а этот диван, он всегда здесь стоял? Да. А ковер? Так, а почему вы спрашиваете? Понимаете, мне вот этот ковер очень понравился. Я такой же хотел бы себе купить. И за сколько вы его покупали? Так я, собственно говоря, его не покупала, это еще мамин. А как зовут мам? Ирина Викторовна. А какое это имеет отношение? Вчера был четверг, да? Вчера было воскресенье. Послушайте, я не понимаю, что происходит. Послушайте, можете продать мне этот ковер? Я заплачу в два раза больше, чем стоил этот диван, когда его покупали. Скажите, а что, ваш коллега сошел с ума? Вы говорите, что тот человек, который вас ограбил, он был блондином и с шрамом на лбу. Правильно? Совершенно точно. А где, на каком месте был шрам? Вот здесь. А что вы делали вчера ночью? Я была у подруги на даче. Она может это подтвердить? Конечно. Пожалуйста, я сейчас дам вам ее телефон. Там, правда, иногда перебои со связью случаются. Скажите, а что случилось с человеком с фотографией? А почему это вас так интересует? Просто. Он номер. Как? Просто. Его убили. Жаль. Он был не очень хорошим человеком. Но все равно жаль. А вы точно не знали? Ну, я же уже сказала. Заметилось, что Жанна солгала. Для этого придумал весь этот цирк с ковром. Мне же нужно было отвлечь ее внимание. Зачем? Она описание преступника придумывала на ходу. Если перезагрузить память вопросами, то оно заботится. Действительно. Сначала ее преступник ошрам был под глазом, а благодаря тебе переместился на лоб. Теперь только осталось понять, почему она нам лжет. Ну, либо она хочет скрыть факт изнасилования. Ливана хочет скрыть факт, что она отомстила насильнику. Кстати, когда она узнала про смерть Сильянова, она удивилась. Да, это я тоже заметил. Возможно, она хочет скрыть факт изнасилования, но к смерти она не причастна. Итак, Жанна Грек лжет. Кабири абсолютно уверен, что она узнала Сильянова, но по какой-то причине выдумала описание несуществующего преступника. А что с ее алиби на момент убийства? Черныль занимается. Хорошо. Мы можем еще как-нибудь доказать, что Жанна Грек лжет? Сейчас она не уверена, что ее ограбили. А среди вещей, изъятых у Сильянова, есть вещи, которые значатся в описании пропавших у Жанны Грек. Жанна скрывает факт знакомства с Сильяновым, чтобы показать, что у нее не было мотивов для его убийства. Но этого мало для ареста. Любой самый начинающий адвокат докажет, что вещи к Сильянову могли попасть десятками разных путей. К примеру, он мог их купить у грабителя. Или ограбить его. Хорошо, хорошо. Будем ждать результатов проверки алиби. Браво, браво. Лукаш, мне эта страсть с театральным эффектом. Есть результаты проверки алиби? Подруге Жанны дозвониться не удалось. Там действительно отвратительное покрытие сети. Но? Что оно? Но я ведь вижу по лицу, что ты что-то раскопал. Я раскопал только наш стационарный телефон. Я по нему позвонил участковому, который уже поговорил с подругой Жанной. Жанна действительно была на даче у подруги. Они приехали туда компанией. Где-то около девяти вечера решили пойти на озеро посидеть у костра. А Жанна сказала, что у нее болит голова и пошла спать. А когда они вернулись с озера? Они там встречали рассвет, поэтому около пяти утра. Жанна была дома? Да. Что это нам дает? Всю ночь ее никто не видел. Теоретически за это время она могла поехать в город, убить Сильянова теоретически. А практически это можно доказать? Элементарно. Я описал машину Жанну участковому и около трех часов ночи он увидел ее машину въезжающую в дачный поселок. С этого и надо было начинать. Это и театра ума. Посмотри, у нее окно открыто. Видимо, она дома. Че? У вас, Жанна, сегодня второй день рождения. Правда, я не знаю, как с этим дальше жить. Жить станет легче, если вы нам все расскажете. Я просто хотела его опозорить. Снять одежду, раздеть до гола и так оставить. Господи, я же не знала, что. Во сколько вы уехали от подруги? Где-то в десять вечера. Когда я подъезжала к городу, было уже совсем темно. И вы решили найти Сильянова? Нет. Я просто хотела домой. Ну, а как же вы встретились? На парковке возле супермаркета. Я увидела, как он выходит из машины и заметила, что он забыл забереть дверь. Случайная встреча? Да. Я забралась на заднее сидение, взяла шприцы и стала ждать. Откуда у вас шприц и препарат? В последнее время я очень плохо сплю. После того, что он со мной сделал, у меня бывают панические приступы, поэтому меня всегда с собой успокоительны. Он сел за руль, я схватила его за шею и сделала укол. Он пытался сопротивляться, но снотворное подействовало очень быстро. А откуда вы взяли красную краску? После того, как он отключился, я пошла в супермаркет. Купила скотч, красную краску и садовые ножницы. Зачем? Я просто хотела его напугать. Я хотела, чтобы этот подонок почувствовал себя беззащитным. Точно так же, как чувствуют себя все его жертвы. Скажите, куда вы поехали? Я отвезла его на пустырь неподалеку. Заклеила рот скотчем, привязала к рулю, срезала одежду и стала ждать. Пока Сильянов придет в себя? Да. когда он очнулся, он очень сильно испугался. Общил глаза, стал хрипеть. Наверное, мне тогда уже надо было остановиться. Но вы не остановились? Нет. Я предложила ему поиграть в доктора. только теперь я буду доктору делать операцию. Что вы собирались сделать? Да напугать я его просто хотела. Рисовала на обу крест, взяла садовые ножницы и сказала, что он сейчас лишится самого ценного, что есть у мужчин. Сильянов поверил вам? Да. Он очень сильно испугался. Потом закатил глаза, захрипел, задергался и обмяк. Вы поняли, что он умирал? Да. Он умер от страха. Я тоже очень сильно испугалась. Закрыла машину, забрала ключи и убежала. Я не хотела его смерти. Хоть он был подонком, но я этого не хотела. у меня сложные чувства. Дело мы это закончили, а радости нет. Да, мне жаль, что все так сложилось для Жанны. когда она опознала Сильянова на стоянке и нужно было сразу заявить о нем, а не мстить. Это понятно. А Сильянов был еще тот отпетый мерзавец. Да уж, он обладал редким талантом портить и порочить все, к чему прикасался. Даже работу на скорой помощи он превратил в удобный способ насиловать и грабить. диспетчер передавал по рации всю информацию бригадам на открытой волне скорой помощи. Сообщалось адрес, возраст, пол, причина вызова. И кто находится в квартире. Да. А иногда диспетчер говорил о том, что пациент дома один для того, чтобы идти поторапливались или стучали, пока не откроют. А Сильянов в это время слушал все переговоры по украденной рации. Да, скорая помощь это хорошее прикрытие. Больной всегда пустит человека в дом в белом халате. И он этим пользовался. Суд может оправдать Жанну? Думаю, суд примет во внимание все смягчающие обстоятельства. Подумать только из-за этого. Ну все, перестань. понятны твои эмоции. И, правда говоря, мне самому жаль Жанну, но, как говорили древние туралекс седлекс. Что означает закон суров, но это закон. Перевод узнаем. Умник.